МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Нет, слушай, я посижу. Как предотвратить измену? А если бы я не пришла, чем ваша такая восторг закончилась? Можно ли ужиться со скандалисткой? Давай, собирай вещи и уходи, чтобы я тебя больше здесь не видела. Добрый вечер, Денис подъехал. Привет. У тебя когда-нибудь травмы были серьезные? О, ну нет, серьезных не было. Максимум, ключица. У нас подозреваемый лежит с переломом ноги. И вот я сейчас стою и думаю, это может быть алиби или нет? Я просто никогда ничего не ломал, и как-то это мешает измена? Или наоборот, способствует? Из жалости, чисто. Подходит заявительница. Спасибо, увидели. Марина Голованова, 24 года. Фармацевт, замужем, детей нет. Подозревает супруга в неверности. Марина, здравствуйте. Здравствуйте. Денис, меня зовут. Марина. Расскажите, пожалуйста, Марина, что вас заставило к нам обратиться? Я хочу, чтобы вы проследили за моим мужем. У него сломана нога. Он сейчас почти все время находится дома. И я думаю, что он дома не один всегда бывает. А почему вам так кажется, есть какие-то конкретные подозрения? Ну, до свадьбы он часто тусил со своими друзьями, подругами, водил домой компании разные. И я думаю, сейчас, когда он один дома, ему скучно, и он взялся за старое. Может быть. Но он куда-то выходит? Я не знаю, у меня целый день дома не бывает. Он говорит, что никуда не ходит, а на самом деле я не знаю. Ну, если он все время проводит дома, камеры как мы будем устанавливать? Надо бы подумать. Ну, вы сами готовы узнать, если вдруг вам больше звонить? Да, конечно. Если бы не готова была, в дне протестка. Хорошо. Давайте тогда попробуем, чтобы выездить. Спасибо. Да, до свидания. Мы на связи. Девушка покинула встречу. Работаем. Можно ли взяться со старой, со сломанной ногой, возвращаясь к нашему разговору? Ну, да. До свидания. И точка поет. На следующее утро наша команда приступила к работе над новым расследованием. У подозреваемого сломана нога, и он постоянно находится дома. Чтобы организовать видеонаблюдение в квартире, нам пришлось пойти на хитрость. Мы предупредили заявительницу, что под видом работника жилищно-коммунального хозяйства к Головановым придет оперативник и установит камеру. Здравствуйте. Здравствуйте. Поверк счетчиков. Майк кто? Вот там внутри. Поверк счетчиков. А, ладно. Разберешься? Да. Сейчас я быстро, к примеру, 10 минут. Нормально. Ничего, никаких возражений от мужа. С кухоньки начну, наверное. Работай нормально. Отлично. Наш сотрудник не вызвал у хозяина дома никаких подозрений. Мужчина решил, что жена сама все проконтролирует и даже не сдвинулся со своего места. Благодаря этому оперативник смог обойти всю квартиру и установить камеры. Профессионально. Так, все, закончил. Спасибо. Вот новые бумажки, посмотрите, пожалуйста. Здесь новый серийный номер счетчиков и нужно будет новые показания. Женщина по полной подготовке. Сегодня переучет делали на следующий день. Все, спасибо большое. Им закончили в квартире, проверяй сигнал. Да, сигнал идет. Видно, конечно, не очень, но ладно. Спасибо. Марина ушла на работу и наш объект наблюдения остался дома один. Нам предстоит выяснить, чем именно целыми днями занимается мужчина и насколько оправданы подозрения его жены. Скорее всего, будем дома работать, но ознакомьтесь с объектом. Вадим Голованов, 32 года. Механик в автомастерской. Сейчас на больничном. Женат, детей нет. Вадим устроился на кухне, взял стопку бумаги и стал складывать из листов самолетики. Неужели ему настолько нечем заняться? Мужчина получил травму совсем недавно, но похоже, что сидеть безвылазно дома ему уже до смерти надоело. Окно собирается открыть. Нарушку видите? Вы видели, да. Должно быть для активного человека лишиться привычной подвижности и оказаться запертым в четырех стенах – это большое испытание. От безделья и скуки человек может натворить много глупостей. Да, и один раз в пинокрик такое увидел в соседнем доме. Звонок у нас, внимание, пишет. Здорово, Тим. Да, все, как дела? Артем какой-то звонит. Нормально. Не, с веру дома ногу сломал. Ну, все. Да, да. Какой ты друг, походу? Конечно, не в курсе. Я не видел, не знаю сколько. Вот, и разнулся. Вадим обрадовался звонку старого друга и позвал его в гости. В этом нет ничего предосудительного. Нашему подозреваемому действительно не помешало бы немного развеяться. В этот день ничего представляющего для нас интерес не произошло. Наступил второй день наблюдения. Когда наша заявительница ушла на работу, Вадим куда-то засобирался. Это интересно. Ведь жене он говорит, что вообще не выходит из дома. Впрочем, возможно, что сначала перелом сильно беспокоил мужчину. И сил куда-то ходить у него действительно не было. Может быть, сейчас он в первый раз отправляется на прогулку. Дима, мужчинка застрял, что-то в подъезде. Отправьтесь туда кого-нибудь, может, что случилось. Хорошо, сейчас проверим. В гости пошел. Вряд ли Вадим пошел в гости к кому-то из соседей. Ведь выходя из квартиры, он надел шапку, шарф, теплую куртку. На костылях ходить не так уж просто, и мужчина мог легко оступиться на лестнице. Однако все обошлось. Наше вмешательство не потребовалось. Вадим вышел из подъезда и заковылял по дорожке. Егор, доложи там, Диме. Дим, ковыляй от подъезда. Давайте за ним пешехода зафиксируйте, в какую квартиру идет. Хорошо, сейчас сделаем. Интересно, кого это решил навестить Вадим, причем без предупреждения. Мы внимательно за ним наблюдали. Он никому не звонил и не писал. Мужчина настолько уверен, что там, куда он сейчас идет, его всегда ждут. Он неспешный, мы догоним. Хотелось, чтобы храмового не упустили. Дошел, он по двери звонит. Кто-то хочет увидеться с нашим подозреваемым. Вадим так обрадовался этому звонку, что обратно почти бежал, несмотря на свои костыли. Помогли бы, а? Они вообще президент, вы знаете, где его ждали? Нет, Стан. Как ты? Ну как, видишь. Ну вижу, что никак. Здорово. Веселый, позитивный. О, привет тебе, Катя. Привет, привет. Тебе помочь, Вадик? Катя. Неси меня. Погатай мне мать. Вообще не проблема. Так, все, стоим. Пойдем, все. Я уже на самом деле наложился. Пвартира поднимается, давайте сигнал. Бедняга. Да, готовы работать. В чем-то наша заявительница не ошиблась. Старые друзья и подруги действительно навещают ее мужа. Посмотрим, будет ли в этом визите что-то предосудительное, или же Марина чересчур строга к мужу. Тём, ты вчера ты сказал, что Катюха где? Слушай, ну мы вообще здесь вчера поговорили. А Тёмой назвал тот самый Артём, с кем они договаривались. А, ну, блин, хочу приехать, посмотреть парни. Не знаю, каких-то знакомых, но давно не идти. Вадим, не надо послалайся. Слушай, это поздравил, кстати, разве? Ну, чуть-чуть. Слушай, я не поздравил, но это просто хорошо сейчас. Оказалось, что мужчина – это тот самый Тёма, который вчера звонил Вадиму. Все трое друзей давно не виделись, да и эта встреча произошла довольно спонтанно. Так что пока нам не в чем упрекнуть нашего подозреваемого. Ну, по всей видимости, будет попойка дружеская. На кухне они собрались, расселись за стол. Ну, слушай, ты задолбал, а всё. Ну, как бы там, ну, как обычно. Да, типа. Да, всё хорошо сначала, нормально. Ну, то есть я работаю, а она тоже нет. Ага. Ну, действительно, давно не виделись. Пошли вот эти дела, чтобы мне там времени не уделяли, да, там, на работе всю жизнь. Возможно, когда-то друзья и устраивали шумные гулянки. Но теперь они спокойно выпивают и обсуждают, у кого какие перемены в жизни произошли. Продолжаем наблюдение. Наша команда ведёт наблюдение за Вадимом Головановым. Когда мужчина сломал ногу, и ему пришлось сидеть дома на больничном, жена заподозрила, что в её отсутствии к ним домой стали наведываться бывшие подружки мужа. Сегодня к Вадиму пришли друзья Артём и Екатерина. Пока ничего криминального в их общении зафиксировано не было. Давай, будем на связи, да? Да, конечно, на связи. Кастя, идёшь? Нет, слушай, я посижу. Ага, посиди, да. Понятно. Внимание, девушка останется, а приятелям уходит. Вот это уже поинтересней. Давайте, мужика не ведём, в квартире остались. Давай, братан, выздоровляйся. Да, сейчас вопрос. Всё, Кольцюшка, давай? Давай. Только не хулигай. Не вас. Чтобы я спокойно. Всё, давай, спокойно. Давай, давай. Прощаясь, Артём многозначительно велел парочке не хулиганить. Интересно, это просто дружеский подкол или напоминание о прошлом? Может быть, Вадима и Катю когда-то связывали не только дружеские отношения? Может, наша заявительница не зря волнуется за мужа? На кофлю картинку переключите. А, ты как сама? Ой, слушай. Дочка в школу пошла. Уже? Я раз вас. Ничего себе. Я вообще помню ещё вот такое мелкое было. Мне тоже. Очень быстро, всё. Дим, приём. Приём. Марина идёт? Да, она сам и заходит подъезд. Ну, наблюдаем. Ну, скалку, получается. Да, ну, скалку. Ну, слушай, ну, слушай. Мне это покупать, короче. Ждём, сейчас подъедет, поднимется хозяйка. Смотрим за их отношениями с этой девушкой. Ну, чё? Марина не стала разбираться, что происходит, а сразу начала отчитывать мужа. Ей всё равно, что Вадим вёл с Катей абсолютно невинный разговор. Сейчас выедет Катя из подъезда, не иди сюда. Не обращай. Заходи, я ещё покажу. Заходи, обязательно. А как, даже жалко мужика. Фрукты, приходи обязательно, да, Катя. Я с утра до вечера работаю, ты так болеешь, ты скучаешь, отдыхаешь? Ну, а что, мне нельзя других пригласить? А если бы я не пришла, чем ваша такая история закончилась? Ну, да, видишь, что? Ну, что, что? Давай, давай, выйди. Мы не раздражаем, я ещё не... Как бы она ему второе топоте сломала. Давай, выйдите. Нас мне не купила? Да, да, мне не купила. Просто быть дурором, как так жить-то можно? Марина закатывает мужу скандал в присутствии постороннего человека и предъявляет абсурдные обвинения. Она не задумывается, что оказаться в заточении дома со сломанной ногой – это очень сомнительное развлечение. Ревность разъедает Марину изнутри и отравляет существование и ей, и её мужа. В дежурке остались. Вечером этого же дня Денис решил встретиться с Мариной и рассказать, что её сегодняшние обвинения в адрес мужа были абсолютно беспочвенны. Здравствуйте. Здравствуйте, Марина. Давайте в машине пообщаемся. Есть один разговор небольшой. Ну, прежде всего, я бы хотел вас немножко успокоить. Мы видели ваш разговор с Вадимом недавний. Я могу точно сказать, что с Екатериной у него ничего нет. Это была просто такая дружеская. Ну, понятно. Ну, может, я погорячилась просто. Чуть не доверяем, и всё равно как-то такое встань. И ещё один момент. Вадим сегодня выходил из квартиры. Он выходил из квартиры? Да. И наведывался в один из соседних водистов. У него же нога поломана. Ну, передвигаться-то он может. Я хотел вам показать эту квартиру. Говорит, никуда не ходит. Действительно, это странно. Но, тем не менее, посмотрите. Может, вы знаете, кто живёт там? Ну, это квартира Олега Коровина, его одноклассника бывшего. Так. Ну, он давно уже женился и съехал оттуда. Ты сейчас там живёшь? Я не знаю. Я понял. Но ему там никто не открыл, поэтому мы тоже не увидели. А он пытался взять его в гости. Всё ясно. Ладно, не переживайте, мы наблюдаем. Дальше. Хорошо. Наступил третий день наблюдения. Марина, как обычно, уехала на работу. Может быть, сегодня нам удастся установить, кому именно в соседнем подъезде вчера ходил Вадим. Возможно, он врёт супруге о том, что не выходит из дома, чтобы не давать вспыльчивой женщине повода для новой ссоры. Все внимание, у нас звонок в дверь. Кто в подъезд входил? Входила какая-то девушка неприметная. Похоже, сегодня кто-то ещё решил навестить нашего хромого подозреваемого. Продолжаем наблюдение. Открывает дверь. Смотрите, вот эта девушка входила? Да, это она. Всегда слушай, Настя. Вчера до тебя пока дошёл, когда западила. Настя. Он именно к ней и ходил в соседний подъезд. У нас тактильный контакт, всё. Вадим отлично устроился. Это же так удобно, когда любовница живёт в соседнем подъезде. Почти всегда можно найти предлог, чтобы ненадолго исчезнуть из дома. Пойти вынести мусор или в магазин за хлебом и заглянуть к подружке. В ходе расследования было установлено, что Вадим Белованов изменяет своей жене Марине. Его любовницу зовут Анастасия Коровина. Она живёт в соседнем подъезде, а её брат учился с нашим подозреваемым в одном классе. Возможно, что они уже давно состоят в интимных отношениях. Денис и Дмитрий ждут заявительницу, чтобы рассказать ей о неверности мужа. Да, а что она делает без гипса? Интересно знать. Ну, без гипса сам скачет по домам. Дима, подходит и везет. Принял, спасибо. Оператор, взяли в кадр, работаем. Да, работаем. Здравствуйте, Марина. Здравствуйте. Да, Марина, здравствуйте. Новость у нас неожиданная. Сегодня я пришла в гости к Вадиму девушка по имени Анастасия. Мы поняли, что их связывают интимные отношения. Он вам изменяет. Есть видеозапись, подтверждающая наши слова. Если вы готовы, пожалуйста. Да, это Настя, сестра Олега Коровина. Все ясно. Сейчас там, да? Да, Настя сейчас находится в вашей квартире. Пойдем говорить. Сейчас поход начнется. Ребята, на этаже встречаемся. Привет, Дима. Готовы? Входим в подъезд. Тут всякий фоктор с костылями сидел. Отвлекаемся, работаем. Там и на этаже вижу картинку. Что ты снимаешь? Мы можем снимать. В квартире установлена скрытая камера, которую уже сняли. Не трогай меня. Не трогай меня. Не трогай меня. Не трогай меня. Пойдем. Не трогай. Пойдете защищать? Нет, за собой буду стоять. Вам дать второй костыль, нет? Спасибо. Удобно? Настя, ты что делаешь? Настя, он мне изменяет, он тебе будет изменять. Ты что делаешь? Марин, хватит. Даже хочешь? Марин, прекрати. Я не хотела. Против воли заставили вас, что ли? Нет, это вообще не ваш тем. Кто вы такие? Что за вас? Что ты вообще устраиваешь? Что ты вообще устраиваешь? Я не понимаю. Блин, Настя, уходи. Давай, потом я слушаю тебе позвоню. Иди. Я больше не с тобой, Настя. Иди, иди. Давай, иди. Не трогай. Девушка, выходят. Оставили ее. Выпустили спокойно. Дима за ней пошел. Анастасия, а вы с добрыми наберениями, да? Хотели... Иди. Все оставили. Спасибо большое, ребят. Все. Вы так часами? Да, вы так часами. Выйдите, пожалуйста. Оставим дежурку. Девушку увидели на улице. И венела оставили ее. Вы не хотят сами поговорить. Давай их оставим. У них имеет право. Ребят, выходим. Я еще позвоню, узнаю, кто вы такие. Контроль на болезни, скамеры оставляем. Да оставим, оставьте номер. Все, спасибо большое. Сами дальше. Саня, оставим мой номер. Спасибо. Это что? Что было сейчас? Ты что, это это, что было? Зайди в комнату, говори. У тебя совсем кукуха. У нас нужен, что я получаю. Зайди в комнату. Что это вообще за маскараду? Зайди в комнату, я сказала. Зайди, давай. Зайди. На улице работаем. Убежала, Настя? Да, Дима, отпустила. Подарилась счастье и убежала. Ладно, до дома взяли. Я надеюсь, что все будет нормально. Но стоит посмотреть за тем, как разговоры будут развиваться у них, конечно. Там махать начался. Тут скорее Вадима в опасности, нечего ли, Марина. Я просто... Делай! Ты же ух... что ли? Ты давно с не встречаешься вообще? Давайте забирай вещи и уходи, чтобы тебя больше здесь не видела. Сейчас же со своей ногой. Машина! Поняла? Все, давай. Все, 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 все. Супруги Головановы предприняли попытку наладить отношения и обратились к семейному консультанту. Но спасти брак у них не получилось. Через месяц Вадим и Марина развелись.